Здравствуйте! Это итоги дня телеканала Уллправда ТВ. С вами Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. На улице города вышли новые пассажирские автобусы. Был страженький дом и страженький двор. Как и за счет чего благоустраивается барыш? Есть претензии, значит должны быть решения проблем. В Димитровграде продолжается капремонт домов. Пять коров и семейное дело. Соцконтракт помог многодетной матери из Кузоватого прокормить семью. На улице областного центра вышли новенькие автобусы. Пока в новом транспорте могут проехаться пассажиры на маршруте номер 30. Но скоро автобусы поступят и на другие маршруты. Наталья Чемоченко подробнее. Сергей Морозов посетил пассажирское автотранспортное предприятие номер один, где встретился с руководством. Делегация осмотрела 11 новых автобусов Семас, которые со 2 сентября вышли на маршрут номер 30. Проспект врача Сурова, Центробанк. Глава региона высоко оценил удобство салона автобуса и лично сел за руль, чтобы проверить ходовые характеристики нового транспорта. Если когда-то вы мне откажете в праве работать с губернатором, пойду водителем автобуса. Мне нравится. Хороший автобус. Реально хороший. Очень. Таких автобусах в рядах подвижного состава автотранспортного предприятия станет больше уже к середине месяца. 16 сентября планируется закупка еще 11 единиц. Новые автобусы поставят на маршруты номер 20, Корунковый Центробанк, и номер 46, проспект Дружбы Народов, УАЗ. В общей сложности к концу года подвижной состав Ульяновска должен пополниться 50 автобусами. Об этом главе региона доложил министр промышленности и транспорта Дмитрий Вавилин. Мы планируем до конца года ежемесячно такие конкурсные отборы объявлять. Сегодня висит объявление на сайте министерства, и любой переводчик может заявиться в целях приобретения нового подвижного состава. Требования предельно простые. Должен быть автобус приобретен классом не ниже среднего. То есть Газели, Форды, Пежо мы не субсидируем. Сегодня на территории Ульяновска функционируют 99 маршрутов. Из них 14 трамвайных, 9 троллейбусных и 76 автобусных. Для улучшения качества обслуживания пассажирских перевозок запускается региональная навигационно-информационная система. Предполагается, что Большой Брат будет круглосуточно следить за соблюдением расписания, правил дорожного движения, а также отображать количество машин на маршрутах. Пока эта система носит тестовый режим. Помогают и помогут городу реально отследить те проблемы, о которых вы сейчас сказали, те нарушения, которые могут оказывать те или иные перевозчики. Это нарушение интервала, не выход на маршрут и тому подобное. Поэтому сейчас, опять же, спасибо огромное Андрею Сергеевичу, Дмитрию Александровичу. Рассмотрим вопрос внедрения новой системы. Глава региона еще раз напомнил всем собравшимся, что в первую очередь нужно прислушиваться к людям и думать об их комфорте. Действительно, наш город нуждается в переменах сферы транспортного обслуживания. Нам нужны новые продуманные маршруты, новые автобусы, трамваи, троллейбусы, меньший интервал движения, возможность отслеживать транспорт в режиме реального времени с использованием системы ГЛОНАСС. Такие выводы главе региона помог сделать в том числе и личный опыт. Периодически Сергей Иванович пересаживается на городской транспорт, чтобы добраться на различные совещания из одного конца города в другой и слышит непосредственно от людей, как тяжело куда-либо доехать часы пик или вечернее время домой. В этот раз губернатор стал пассажиром нового Семаза. Такую практику глава региона посоветовал и всем остальным чиновникам, если они планируют и в дальнейшем занимать свои должности. Наталья Чумаченко, Юрий Конехин. Новости Улл. Правда. ТВ. Во время рабочего визита в город Барыш глава региона осмотрел ход выполнения работ по ремонту крыши и фасада новоквартирного дома номер 18 по улице Садовой и благоустройству прилегающей территории. Данное мероприятие проводится в рамках региональной программы капитального ремонта и нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы по обновлению дома номер 18 по улице Садовой города Барыша проводятся с 2018 года. Сначала отремонтировали и утеплили фасад, а в 2019 году приступили к обновлению скатной крыши. Работы выполнены более чем на 90%. Все проектные и технологические решения и сроки согласованы с жильцами дома. У нас был очень страшненький дом 61-го года и очень был страшненький двор. Сейчас, как видите, все уже налаживается, дом выглядит как игрушка. И надеюсь, что скоро работа закончится, и мы будем просто радоваться, наслаждаться. Желаю всем домам вступить в эти программы и отремонтировать свои дома. Сложно поверить, что в этом дворе когда-то кучами лежал уголь. Грязь была по колено, трава практически не росла. Сейчас двор преобразился, даже несмотря на то, что еще не до конца выложен асфальт и не разбиты газоны. Жильцы надеются, что когда-нибудь у них появится и детская площадка. В доме живет много детей. Во время рабочего визита в Барыш губернатор осмотрел дом и поговорил с жильцами. Глава региона отметил, что город становится все более благоустроенным. Для этого есть все необходимые инструменты. Действует программа капремонта. Проводится реновация дворов и прилегающих территорий в рамках проекта по созданию комфортной среды. Мы в 2017, 2018, 2019 год потратили почти миллионов 60 миллионов только на благоустройство. Огромные деньги для небольшого города. Достаточно приличное количество дворов. Плохо ли, хорошо ли, но благоустроили. Наконец-то появились новые общественные пространства, как сейчас принято говорить. Некие такие небольшие парки, в которых стало значительно уютнее. У меня даже нет и тени сомнений о том, что мы продолжим наводить порядок в таких небольших городах, сельских населенных пунктах. Также глава региона отметил, что с 2020 года в области будет запущена программа по ремонту подъездов в многоквартирных домах. На следующий год примем программу ремонта подъездов и ремонт, реконструкцию таких входных групп. Мне не очень нравится, я могу вам честно сказать, сегодняшние наши подходы к подъездам в лучшем случае. Для вас это, наверное, сейчас очень-очень красиво. В городе Ульяновске давно уже имеют вот такие железные двери. И мы сейчас стараемся вот такие входные группы делать, чтобы они были такие стеклянные, такие тамбуры. Губернатор обратил внимание на старые деревянные сараи, которые находятся во дворе обновленного дома. Жильцы сказали, что хотели бы их оставить для хозяйственных нужд. После высказанного пожелания глава региона распорядился подготовить проект – программы по ремонту и восстановлению хозяйственных построек во дворах многоквартирных домов за счет регионального бюджета. Министр энергетики ЖКХ и городской среды Александр Черепан, который тоже присутствовал на встрече, сообщил еще одну хорошую новость для жителей Барыша. Прошли торги на проектирование местных очистных сооружений. На эту работу из бюджета выделено 25 миллионов рублей. Мы рассчитываем, что в следующем году мы пройдем полностью экспертизу и уже подали заявку. Минстрой Российской Федерации нам одобрил эту заявку на строительство в 2021 году очистных, новых очистных. Это решит задачу полностью. Вы же знаете, какая беда сейчас у нас с вами здесь. Не за горами отопительный сезон. И во время визитов в Барыш губернатор посетил районную котельную. Барышский район – один из 15 муниципальных образований, который на 100% 1 сентября полностью готов к пуску отопления во все объекты социальной сферы, во все жилые дома и прочих потребителей. По словам Александра Черепана, регион готов к отопительному сезону на 99,3%. При необходимости, если резко похолодает, пуск тепла будет произведен в каждый дом. Технически все объекты подготовлены. Напомним, 20 августа Сергей Морозов подписал распоряжение о начале отопительного сезона. 25 сентября – первый день пуска тепла на объекты социальной сферы. Глава региона поблагодарил Барышский и Вазарно-Сызганский район за 100% готовность к отопительному сезону. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ. В Ульяновской области разработаны предложения по расширению спектра бесплатных секций для детей. Они были обозначены на совещании с участием губернатора Сергея Морозова в рамках инновационного салона дополнительного образования. Сегодня в регионе существует порядка пяти сотен учреждений доп. образования, из них 80 – негосударственные. Дополнительное образование Ульяновской области уходит в цифру и становится доступным каждому. Сегодня все учреждения объединены под единый методический центр, имя которому – навигатор дополнительного образования. Это сайт, где любой родитель вместе с ребенком может по нужным им критериям подобрать понравившийся кружок. Подобная система работает в регионе с 2018 года в рамках программы «Успех каждого ребенка. Нацпроект образования». Однако с 1 сентября этого года в систему подключили специальные сертификаты, которые дают право получать услуги бесплатно не только в государственных организациях, но и в частных структурах. Все организации негосударственного сектора для получения вот этой субсидии через сертификат должны иметь лицензию на оказание дополнительного образования. Получение лицензии гарантирует качество этого самого доп. образования? Гарантирует качество и гарантирует родителям, что получив сертификат и выбрав программу вне государственной образовательной организации. За них будет оплачиваться государство из бюджета Ульяновской области. Государство полностью покрывает сумму сертификата. Это от 3000 и больше. Тем самым спектр услуг дополнительного образования расширяется и становится доступным. Для частных структур своя выгода в виде дополнительных субсидий и нового потока детей. Сейчас навигатор по лицензии включены 6 крупных частных школ из 80 имеющихся в регионе. Малое количество говорит о недоработке в системе. Получить лицензию не так-то просто из-за застрявших в Советском Союзе требований к малым и средним предпринимателям. Почему сложно? Потому что СанПин был написан не в этом веке. И он абсолютно не учитывает тех реалий, в которых сейчас существует негосударственный сектор доп. образования. Потому что наши школы – это в основном маленькие центры. Они, как правило, возникают вокруг какого-то педагога с уникальной методикой. Такой, как, например, школа ментальной арифметики Абакус, или технический центр «Инженерка», детский центр «Новатор». Это маленькие центры, обладающие очень интересными технологиями. И они собирают вокруг себя клиентов, потому что они отвечают запросам клиентов. Но получить лицензию, учитывая современные требования, невозможно. Современные требования написаны... В прошлом веке, да. Эти требования написаны вот под такой дворец творчества. Много туалетов, отдельный вход, не выше второго этажа. Все это частному предпринимателю выполнить фактически невозможно. Пути решения искали на инновационном салоне дополнительного образования, который состоялся во Дворце творчества детей и молодежи. Губернатор переживания предпринимателей поддерживает. По его мнению, вопрос нужно решать на законодательном уровне. «Нам придется серьезно поработать с федеральными законами, для того, чтобы дать возможность малому и среднему предпринимательству, который решает вопросы дополнительного образования, чувствовать себя максимально комфортно». Главное, как добавляет глава региона, в этом деле сохранить безопасное пространство для детей. Продолжение трагических событий, как в Зимней Вишне, быть не должно ни в одном регионе. Сергей Морозов также дал поручение снизить количество платных секций, прежде всего в сфере спорта. «В прошлом году мы с огромным трудом, но и огромным удовольствием открыли замечательный спортивный комплекс на нижней террасе. Фаворит. Не успели открыть, и почти все секции стали платные. И это, конечно, безобразие». В следующем году начнет работать мобильный кванториум, а это значит, что с инновациями в дополнительном образовании смогут познакомиться и школьники из самых отдаленных районов области. Кроме того, начиная с 2020 года на базе Ульяновского технического университета начнет работу Центр дополнительного цифрового образования для детей, а на площадках опорного вуза – Центр дополнительного образования по направлениям научно-технического творчества. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов, Новости Уллправды ТВ. Прошедший день знаний отметили воспитанники детских домов. Ребята устраивали концерты творческой самодеятельности и приглашали гостей. К примеру, в Новодольский детский дом «Остров детства» поздравить ребят и педагогов с началом учебного года приехали сотрудники Следственного управления и Управления Федеральной службы безопасности по Ульяновской области. Представители ведомств ручили школьникам подарки. Главным подарком для воспитанников стала игра в лазер-так. В проведении помогали сотрудники Барышевского спортивного клуба. Спортивную игру, имитирующую боевое сражение, дети любят и играют с удовольствием. Благодаря ей ребята не только с пользой проводят время, но и учатся работать в команде. В Ульяновской области проходит поезд финансовой грамотности. За семь дней специалисты Министерства финансов, налоговые службы и финансовые аналитики проводят консультативные встречи, семинары для разных возрастов и слоев населения. Открыли акцию в Ленинском мемориале. Правильно оценивать ситуацию на рынке, уметь управлять деньгами и копить. Об этом и не только расскажут финансовые аналитики, банкиры и специалисты налоговых служб во время акции «Поезд финансовой грамотности». Старт ей был дан в Ленинском мемориале. Координатор работы – областное министерство финансов. Сегодня уже задействованы площадки, начиная и от детских домов, и техникумы, школы. А также у нас будут задействованы площадки в следующие даты. Это крупные предприятия, шесть крупных предприятий будет задействовано. Суть акции проста – помочь ульяновцам в финансовых вопросах. Для определенной категории слушателей предусмотрены разные форматы мероприятий. К примеру, для дошколят – веселые игры, где специалисты рассказывают, что такое деньги и для чего они нужны. Для школьников проводятся квесты. Ребятам постарше рассказывают, как пользоваться кредиткой и как не попасться на уловки мошенников. Взрослым интересны темы кредитования и налоговых отчислений. Так сложилось, что многих экономистов в вузах и в школе даже начинают обучать основам управления финансовыми предприятиями, а управлением личными финансами, к сожалению, пока серьезно, глубоко не занимаются. Ну, я вот в силу своей специфики попробую открыть завесу тайны в этой теме. Отличительной особенностью сентябрьской акции – особое внимание к реальному сектору экономики. Задействовано более чем полсотни площадок. Информационно-консультативная работа также развернется на площадках крупных торговых центров города. Мероприятия пройдут и в районах области. В Димитровграде накануне работала комиссия из фонда модернизации ЖКХ. Региональные чиновники встретились с жильцами дома, который в 2019 году попал под программу капитального ремонта домов. Слово нашим коллегам из города Атомщиков. Дом по адресу Димитрова, 23А – один из типичных представителей архитектуры середины прошлого века. Год постройки – 1964. Разумеется, некоторые системы за более чем полувековую эксплуатацию поизносились, и их нужно менять. Именно этим и занимается с февраля 2019 года ООО «Комфорт». И все вроде бы хорошо и правильно, но жители недовольны ходом и качеством работ. Если коротко, мы, конечно же, не слесаря, не великие люди, инженеры. Я, например, врач по образованию. Но когда я увидела, что у меня протекает в подъезде потолок, шелушится, желтеет, завелись мухи и обратилась, не буду сейчас перечислять инстанции, их было очень много. К сожалению, на мои просьбы и на наши потом просьбы, потому что эти просьбы были со стороны жителей дома, откликнулся только наш депутат Иван Геннадьевич Пирогов. Спасибо. И я надеюсь, нам сделают хорошую крышу. Именно по приглашению депутата объект посетил фонд модернизации ЖКК по Ульяновской области. Чиновники вместе с местными жителями обошли все проблемные места дома, выслушали жалобы жителей на то, что, по их мнению, ни металл, которым покрыто крыша, ни трубы системы отопления, которые используются при капитальном ремонте, не отвечают ГОСТам. Все вопросы мы договорились, определим у нас в фонде. Как только изъявят собственники пожелания приехать, мы все вопросы определим как по документации, так и по нормативным документам. Разъясним все, расскажем. И, соответственно, если будут вопросы, можем обратиться к экспертизе, которая может дать свои пояснения на этот счет. Вот. Ну, я думаю, что мы, во-первых, с крышей здесь не ошиблись. Вот решение принято было по оцинкованному листу, а она будет работать достаточно качественно, в нормативный срок. К тому же представители фонда пообещали приехать на объект после первого серьезного дождя, чтобы зафиксировать протечки крыши, если такие найдутся. Кемран Кичимайкин, Анжелика Боровинок, Димград-24, специально для Управда ТВ. В Димитровграде скорил частный дом. ЧП произошло в ночь со вторника на среду. Без крыши над головой осталась многодетная семья. Региональные и городские власти решают вопрос с оформлением материальной помощи. Пожарные инспекторы устанавливают причину произошедшего. А погорельцы думают, как быть дальше и не отказываются от любой помощи. Улица Куйбышева. Именно здесь, в минувший вторник, буквально за несколько минут огонь уничтожил летнюю кухню, часть крытого двора и кровлю дома. Жилье было разделено на две части. В одной половине проживает семья Павловых, а в другой пожилая женщина. Больше всего досталось многодетной семье Павловых. Ведь очаг возгорания оказался именно у них во дворе. В 21.30 вечера выбил автоматы электрические. Я выскошил, смотрю, было это там. И все. Стали звонить пожарным. Стали, понимаете, какие вещи вытаскивать. Там стирали машину, холодильник. На момент пожара в доме находилось и шестеро внуков Виктора Ивановича. Двое из них несовершеннолетние. К счастью, никто из них не пострадал. Предварительная версия – замыкание электропроводки. Семья смогла спасти некоторые документы и вещи. Сейчас погорельцам необходима помощь в разборе мусора, который остался в процессе тушения пожара. А также строительные материалы. Это доски, брусья, провнастил. В ближайшее время пострадавшим будет оказана и финансовая помощь. Обоим семьям будет оказана материальная помощь за счет средств муниципального бюджета. Кроме того, за счет средств областного бюджета, за счет соцзащиты тоже специалистам будет оказана помощь. В силу того, что в семье шестеро детей различного возраста, конечно, будем решать вопрос, чтобы не оставить их под открытым небом. Будем решать вопрос о том, чтобы предоставить им жилье маневренного фонда. Желающие оказать помощь могут обращаться по указанному на экране номеру телефона. Наталья Абанина, Виталий Немов, Демград-24, специально для УПРАВД-ТВ. От коровы до молочного комбината. Многодетная мама Марина Михайль из Кузоватовского района заручилась поддержкой государства и стала успешным предпринимателем. Как получить желаемое, кто в этом может помочь, в материале Виктории Черковой. Творог и сметану на продажу, а деньги в семью. Вот уже два года Марина Михайль из рабочего поселка Кузоватова занимается подсобным хозяйством. Соцконтракт, заключенный в 2017 году, был настоящим подарком судьбы. 60 тысяч на покупку коровы оказались отличным подспорьем для зарождающегося дела. Стали у меня покупать молоко. Теленок оттелился, я продала. Ну как-то стала выкручивать, купила еще одну корову. Стали брать молоко, делала сметану, но стали Кузоватова у меня его покупать. Помогают мне дети, ребятишки. Сейчас у Марины пять коров и постоянная база покупателей. От частных заказов нет отбоя, также продукция представлена на прилавках местного магазина. Обороты растут. Недавно хозяйка подворья приобрела доильный аппарат, чтобы справляться с объемами производства. Как сказано ранее, четверо детей постоянно помогают в хозяйстве. По словам Марины, старший сын Давид стал настоящей опорой семьи. А дочке Софья и Мария надежными компаньонами. У меня мужчина. Мужчина у меня чистит, ну все делает. Мелит, корм готовит. Дочка, пока она сейчас на учебе, если я уезжаю, куда она в обед дает. Это домашняя моя пчелка готовит банки. Марина также сотрудничает с Кузоватским молочным комбинатом. Бизнес-леди мечтает расширить семейное производство. Если дела будут идти так же успешно, там и до фермерско-крестьянского хозяйства рукой подать. Виктория Черкова, Данил Сурков, Новости Управды ТВ. Полсотни областных школьников в новом учебном году попробуют свои силы в решении специальных задач по программированию от компании Яндекс. А пока идет набор на обучение, которое стартует в октябре. В Ульяновской области начался набор в Яндекс.Лицей. Школьники региона могут учиться на четырех площадках, одна из которых – лицей при Ульяновском государственном техническом университете. Попробовать свои силы в федеральном проекте Яндекс.Лицей могут восьми девятиклассники. Программа обучения рассчитана на два года. На первом этапе школьники изучают язык программирования Путон, а во втором осваивают азы промышленного программирования. Занятия бесплатны и проходят в форме дополнительного образования на четырех областных площадках – лицее при УЛГТУ, техническом университете, детском технопарке Кванториум, городской гимназии Димитровграда. Обучение стартует 2 октября и продлится до конца апреля. Занимаются с детьми преподаватели вузов, сертифицированные Яндексом. Школьники обучаются реальному программированию, не академическому, не тому, которое, например, обучается в школах или при подготовке к ЕГЭ, а более приближенным к реальному задачам. То есть, по сути, выпускник Яндекс.Лицей может уже пробовать себя как разработчик в компании на должности младшего разработчика. Отбор в лицеисты проходит в два этапа. Сначала нужно зарегистрироваться на сайте Яндекс.Лицей и пройти онлайн-тестирование до 11 сентября. После – очное собеседование, которое завершится 22 сентября. Планируется, что в этом году начнут учебу более 50 человек. Напомним, проект Яндекс.Лицей реализуется на территории региона с 2017 года в рамках регионального документа «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». За это время 33 школьника прошли полный двухгодичный курс обучения и попробовали свои силы в решении специальных задач от компании «Яндекс». Наталья Чумаченко, Александр Кутришов. Новости Улправда.ТВ. Завтра в регионе ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха составит 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 2,6 метра в секунду. И это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Улправда.ТВ по будням в 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале ulpravda.ru. До свидания. Продолжение следует...